Когда полицейский, еще и воспитатель и педагог, студенческий десант высадился во вторник в Центре содержания несовершеннолетних, будущие юристы познакомились с офицерами, чья задача перевоспитывать малолетних преступников, направленных сюда по решению суда. В стенах Центра дети от 7 до 15 лет. Находятся они 30 дней круглосуточно. Этот вид наказания – альтернатива реальному лишению свободы для тех, кто пока в силу возраста под действие Уголовного кодекса не попадает. Как правило, самые распространенные факты – это бывают кражи, это грабежи, это хищение имущества, но и не обходится без школьных драк. Основная категория – это все равно лица до 15-летнего возраста. Нижний предел – это 7 лет, но 7-летних нет. Нет, самые юные правонарушители бывают – это все-таки 9-летние. Студентам показали помещения, в которых живут трудные подростки. Есть кухня и спальня. Всего здесь могут разместиться 40 правонарушителей. За последние 10 лет, правда, ни разу Центр временного содержания не был на 100% заполнен. Честно, не знал, что у нас здесь есть такое, но знал, что здесь очень все хорошо обустроено. Это я не ждал. Но я знал, что не так, что тут плохо, но то, что так хорошо, тоже не догадывался. Слушатели сегодня – первокурсники юридического факультета. С будущей профессией еще не определились, знают одно – хотят работать в правоохранительных органах. В Центре временного содержания, правда, придется быть еще и хорошим педагогом и психологом. Только юридических навыков не хватит. У меня вся семья работает в правоохранительных органах. Я знаю, что это такое, как там работается. Правда, это очень сложно, но там работа с документами, работа с людьми. И как-то мне это все очень нравится, и я тоже хочу в ту деятельность попасть. Сейчас здесь перевоспитываются два подростка. За прошлый год через Центр временного содержания прошли 68 ребят с непростыми судьбами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.